Здарова, друзья! В этом году должно выйти огромное количество крутых игр. Особенно много ожидается игр в открытом мире. Среди них будут и эксклюзивы PlayStation, и мультиплатформенные проекты, и даже эксклюзивы ПК и Xbox. Короче говоря, игр будет и вправду много, так что самое время поговорить о новых играх в открытом мире 2021 года. Усаживайтесь поудобнее, друзья, и приятного просмотра! Начну я этот топ, пожалуй, с Far Cry 6. Изначально она должна была вот-вот уже выйти, ибо официально анонсировали её в сентябре 2020, и наметили дату релиза на конец февраля 2021, но потом игру плавно перенесли, но без точной даты. Ходят слухи, что игра выйдет либо летом, либо уже в конце года. В любом случае, в этом году она 100% увидит свет. С каждой новой частью эта франшиза становится всё лучше и популярнее. Каждая новая часть бьёт рекорды продаж предыдущей и становится феноменальным финансовым успехом. Пятая часть произвела и вовсе невероятный бум популярности. Основной фишкой пятёрки было её местодействие, ибо игроков закинули не в какие-то там джунгли или горы, а прямо в США, штат Монтана. Реднеки, ядерные бункеры, бандиты, куча разного оружия, американский колорит и красивейшие пейзажи. Игроки были в настоящем восторге. И всё это было в пятёрке. А вот основной фишкой новой части, шестёрки, станет её главный антагонист. Думаю, что сильный упор в игре будет сделан именно на сюжет, ибо на главную роль Юбисофт взяли самого Джан Карло Экспозита. И судя по первым трейлерам, со своей ролью он справился на отлично. Злодей из него получился чертовски харизматичным и по-настоящему пугающим. Думаю, он и сам бы легко затащил вообще всю игру. Но не менее важную роль в сюжете будет играть ещё и его сын, которого тот будет учить управлять народом и устраивать ему ужасные репрессии. Короче говоря, сюжет игры должен ударить в десяточку. А вот местом действия новой части станет Куба. Вернее, её вымышленный аналог страна Яра. В стране будет происходить настоящий хаос беззакония. Обезумевший диктатор будет воевать со своим собственным народом. Вам же предстоит стать частью радикального сопротивления и свергнуть поехавшего деда. В общем, всё прям в лучших традициях франшизы. Так что я почти что уверен в том, что игра получится как минимум отличной и как максимум великолепной. Я с нетерпением её жду, чего и вам советую. Сталкер 2. Ну куда же без Сталкера? На данный момент и всё указывает на то, что игра точно выйдет в этом году. Об этом начали говорить ещё в августе 2020 года, когда нам показали первый трейлер. Потом уже в последних числах декабря нам выкатили целый геймплейный тизер. И в конце которого было уже официально написано 2021 год. Также 2021 год указан в файлах Microsoft. Также дату релиза в этом году уже успел подтвердить один из разработчиков в комментариях в твиттере. Также он отвечая на другие вопросы сказал, что Сталкер 2 станет эксклюзивом Xbox и ПК. И соответственно сразу в момент релиза появится в геймпассе. Ещё разработчика прямо спросили, на PlayStation 5 игра вообще планирует выходить? И он сказал, что нет. Но как бы в прошлом году нам говорили, что игра будет только временным эксклюзивом Microsoft. Так что возможно нас просто вводят в заблуждение. И игра всё-таки выйдет на плойке спустя может быть годик. А может это и на самом деле правда и Сталкер 2 никогда не посетит PlayStation 5. Ну что же, лично мне на это честно говоря вообще плевать. Ибо в Сталкера я конечно же буду играть на ПК. И чёрт возьми как же сильно я его жду. Как же я в своё время от него фанател. Интернета тогда не было и я проходил его множество раз. Зачищая все карты, выполняя все задания. И я даже ставил на него разные моды и проходил игру всё снова и снова и снова и снова. Я был в восторге от первой части. И не меньше удовольствия мне принесло чистое небо. И конечно же шикарной была Зов Припяти. Когда разработку второй части официально отменили и студия закрылась, я был ужасно расстроен. Но спустя долгие годы Сталкер снова в деле. Я на 99% уверен, что как минимум игра получится великолепной. И как максимум она станет богоподобным, ультра шедевром на все времена. Сталкеру на своём канале я посвящал уже далеко не одно видео. И в этом году я буду говорить о нём ещё очень и очень много. Dying Light 2. Буквально недавно я записывал видео, в котором говорил, что об этой игре уже больше года ничего не было слышно. Последний раз о ней говорили летом 2019 года. Тогда на E3 показали трейлер, потом уже в августе показали целых полчаса полноценного геймплея. Игра должна была выйти в 2020 году, но вот ровно с августа 2019 началось долгое молчание. Потом было увольнение Криса Авелона, потом переработка множества игровых механик. Короче говоря, с разработкой случился множественный производственный ад. И всё-таки, несмотря на вот всё это, как раз в канун нового года разработчики поздравили всех с праздниками и сказали, что в этом году игра снова о себе заявит. И нам покажут много чего нового и интересного. Скорее всего, в этом году игра даже успеет выйти. И кстати, после вот этих новостей из студии опять ушло ещё два ключевых разработчика. Но ушли они уже оттуда, потому что их работа была полностью выполнена и контракт на работу закрыт. Игру вроде как осталось только хорошо оптимизировать и технически отполировать. И она уже будет полностью готовой. Так что исходя из этой информации, релиз игры в 2021 году кажется вполне реальным. И если разработчики умело смогли реализовать хотя бы часть изначально заложенного потенциала, то игра будет просто великолепной. Хотя с другой стороны, даже если часть идей они не смогли реализовать, главное, чтобы они не утратили все особенности первой игры. Ибо она была настоящим шедевром. И если вторая часть, пускай даже с минимальными изменениями, будет настолько же крута, то лично я буду играть в игру с прибольшим удовольствием. Чего и вам, кстати, советую. Биомьютант. Эта игра была анонсирована еще в 2017 году. А выйти должна была еще в 2018. Но каждый раз ее снова и снова переносили. Что неудивительно. Ибо она разрабатывается молодой студией, в которой работают выходцы из разных компаний. Но которые ранее не работали ни над одним полноценным проектом. И тут они внезапно решили создать игру почти что-то и пылой качества. В которой ожидается большой открытый мир, огромные боссы, элементы РПГ-системы, длинный сюжет и множество геймплейных механик. Ну и все это развернется в сеттинге постапокалипсиса. В котором все человечество вымерло и следующими хозяевами земли стали мутировавшие животные, которые сражаются на руинах человеческой цивилизации. Стоит отметить, что звучит и выглядит все это конечно же более чем достойно. Не то чтобы я прям сильно ждал эту игру, но я точно буду в нее играть. Ибо мимо сеттинга постапокалипсис я так просто не смогу пройти. Outriders. Это один из ближайших релизов, который совсем недавно был перенесен с февраля на 1 апреля. Игра является полноценным экшн-шутером третьего лица и с кооперативом. Игрокам уже успели продемонстрировать множество геймплея и судя по увиденному, многие уже сравнивают эту игру с Destiny и другими играми в схожем жанре. Но разработчики уверяют нас, что несмотря на сходство, это будет совершенно другая игра с сюжетом, детально проработанным кооперативом, большим открытым миром и множественным геймплейным функционалом. Игру кстати создают люди, которые ранее работали над очень крутым и динамичным шутером Bulletstorm. Так что я думаю им можно дать шанс. Vampire The Masquerade Bloodlines 2. Еще одна игра, которая громко и уверенно о себе заявила, а потом постепенно ушла в закат производственного ада. Первая часть этой франшизы вышла в далеком 2004 году. Сразу массовую популярность она не взыскала, но со временем все-таки обрела статус культовой. О ее продолжении никто ничего не говорил, по идее его вообще не должно было существовать. И вот совершенно внезапно вторую часть анонсировали в марте 2019 года. На игру тут же был открыт предзаказ, а дата релиза уверенно была намечена на март следующего уже 2020 года. Но ближе к этой самой дате у студии начались проблемы. Один за другим начали уходить ключевые разработчики. Игре поменяли сценариста. Решили с нуля переделать несколько игровых механик. И чтобы не дразнить людей пред продакшеном, новостной поток игры тоже был вообще остановлен. А игра была перенесена на неопределенный срок. Целый год о ней вообще никто ничего не говорил, но судя по последним новостям, основные проблемы студия уже решила, и игра готовится к выходу уже в этом году. Так что будет интересно посмотреть, что же в итоге у них получится сделать. Horizon Forbidden West. Несмотря на мою неистовую любовь к сталкеру, вот она, моя персональная, самая ожидаемая игра этого года. Все вы знаете, что я просто охренеть как обожаю игры в сеттинге постапокалипсиса. Я мечтал, просто жаждал поиграть в первую часть, еще с момента ее анонса. Каждый ее трейлер и геймплей вызывал у меня эйфорию, но даже в момент ее релиза я так и не смог к ней прикоснуться, ибо у меня не было плойочки. Плоечкой я обзавелся только в начале 2020 года, и первой игрой, в которую я поиграл, стала именно Horizon. Моему восторгу тогда не было предела. Эта игра является настоящим, умопомрачительным, гипер-шедевром. Так что вторая часть, Forbidden West, совершенно точно будет не хуже, а может даже намного лучше первой. В конце концов, технологии PlayStation 5 позволяют реализовать разработчикам те идеи, которые они не смогли осуществить в первой части. А еще, мне будет чертовски интересно изучить новый отрезок этого удивительного мира постапокалипсиса, и посмотреть на то, как будет развиваться история главной героини дальше. Короче говоря, я отдаю этой игре заслуженное первое место в моем персональном списке ожиданий. Я искренне надеюсь, что ее не будут переносить и выпустят в конце этого года. Gotham Knights В августе прошлого года было анонсировано сразу две новых игры в открытом мире во вселенной Бэтмена. Первой игрой стал Отряд Самоубийц, который выйдет не раньше 2022 года, а второй игрой стали как раз таки Рысари Аркхема, которые должны выйти уже летом этого года. Если коротко, то игра будет кооперативной, можно будет активно переключаться между персонажами, проходить отдельно выбранные сюжетные линии и просто исследовать открытый мир. Звучит очень даже интересно, так что надеюсь и играться будет так же. Я, конечно же, жду эту игру и скорее всего буду играть в нее сразу на релизе. Ну и напоследок, коротко давайте поговорим сразу о нескольких потенциальных играх в открытом мире и не совсем в открытом мире 2021 года. Итак, во-первых, это God of War Ragnarok. Игру официально анонсировали в конце 2020 года и написали в конце дату 2021 год. Геймплея у игры, кстати, все еще нет и даже нет никакого синематика. Очень маловероятно, что игра все-таки выйдет в этом году, но все же шанс есть. Final Fantasy XVI. Релиз в этом году возможен, но тоже маловероятен. Fable 4. Шанс, конечно же, есть, но скорее всего эта игра выйдет только в 2022 году. Starfield и The Elder Scrolls VI. Это два масштабных ультрадолгостроя, которые мы ждем уже почти 4 года с момента их анонса. При том, что разрабатывать их начали еще раньше. Так что, судя по такому долгому периоду умолчания, в этом году об этих играх точно должны заговорить. И может быть, одна из них даже выйдет в этом самом году. Ну а на этом все, друзья. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал и бейте в колокол, чтобы ничего не пропускать. Всем удачи, друзья, и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok